еще раз добрый вечер всем сектор команды джет стрим пляж гофра члены команды кадре некоторые машем ручками улыбаемся приветствуем всех ну что скажете ребята с погодой а могли ли мы подгадать вопрос я вспоминаю турнир семь лет назад кубокий сарафиш вот в это же самое время была отличная рыбалка такой же водой да какая у вас теория потому что я их уже выслушал столько у нас много теорий на самом деле первая теория что здесь подвыбито вот потому что даже по сравнению с тем что было на кубке там стояла команда там шесть рыб поймали громче говорит а общее общее я думаю что это из-за того что не устаканилось ничего за месяц это вся грязь стекла за месяц поднялась вода на метр 15 сантиметров высотой по берегу сколько ну очень много я думаю но минимум 50 60 метров много вот этой дистиллированной дождевой воды и рыба не может не приспособиться которая снизила кислотность очень сильно кислотности она пытается в принципе держится наверно далеко хотя в принципе у нас тут тоже есть 10 метров как бы больше десяти метров одну рыбу в принципе взяли оттуда очень мало даже тузиков мы поймали которых мы ждали тут просто море дам учитывая кубок вчера зацепили несколько штук причем они не клюнули а просто зацепили спруженную за леску утром мы видели колесников тоже такой же поймал они начали просто дали он даже не клюнул он просто зацепился за наши крючки за колечки вот зацепился мы вытащили двух тысяч но вчера вот ночью появилась какая-то хоть что-то мы могли понять какая-то индикация индикация маленького поймали ночью несколько тузиков взяли по 500 грамм такие по 600 700 грамм что-то заработало заработала и отработала я отработала и вот сегодня опять тишина самое что удивляет не утренних не вечерних поклевок но во многих местах ночных вообще ничего нет и близко чтобы ночью полностью тихо это активность вечером до 12 вечера до 12 ну вот а последняя ночь была и три часа ночи мы подскакивали и пол второго подскакивали было бы были поклевки понятно но вот эти теория жени рубина из команды big fish престиж о том что сейчас идет очень активный активная обработка химикатами садов и вот эти дожди просто смыли эту химию в воду и очень сильно повлияли на самом деле ничего нового в этом нет тут добавляют как бы химикаты все время ничего нового нет они объясняют это тем что это как бы испаряется выветривается да и то есть они не влияют никак на воду в кенереке хотя на самом деле это влияет в общем да теория нас набрал может потом список составить не устаканилась и давление высокая рыба стоит наверху не опускается вниз и пресная вода которая разбавила соленую кенеретскую то в общем-то теория много но не менее вот здесь вот были рыбаки тоже и они ездят сюда вот там вот сидят все время вот это очень много бури усача усачи просто огромную верных размеров здесь вот лодка она выходит все время под буйок выходит вот такие усачи по 6 килограмм я таких я да тоже в истории с нашего окопа как бы вот соревнования таких не помню честно но мы опять же они там вполне возможно что и короткие то там стоит буек 303 метра вот как раз возле буйка он плавает я его вдаль номер смотрел он вытаскивает вот он сколько два раза три раза туда-сюда прошел у меня только по это за 15 до 20 минут три усача взял вот огромные но то что вы наверно видели в одном из стримов когда я был как раз у кричевище выплышал мужик который вернулся с лодки он на троллинг лови на весла троллинг да и он показал нам сумки там там просто нереальных размеров складок это мелочь дня на фотопрати есть на телефоне много больше блесну на 100 граммов как на море ловят кого-то антиасов вот на такие джиги они ловят я первый раз такое увидел и ловится и ловится карп что с карпа карп на нас обиделся похоже а вообще честно говоря вода начала подниматься стала сносить этот мусор который был там уже два мешка мусора да не только вы там тоже по берегу там пластиковые стаканы тарелки чего только нет чего только ребята да вы вспомните каждую пасху на песок когда здесь что пишет шмела татэва сколько тонн мусора это только то что они собрали понятно ну они пишут каждый раз что израиль люди это же ваша природа что же вы делаете мы знаем эта проблема не только израиля я хоть по сожалению в европе еще хоть как-то плюс минус если это коренные европейцы они иммигранты там по крайней мере того что на таких озерах не разрешают бензиновый мотор да да точно а про одноразовые посуды общение в этом тоже многих местах уже запрещено ее просто ввозить стыдно за нас думаю мы же занимаемся пропагандой именно правильного отношения к природе и как бы ну я не знаю вам кости он пишет джеты вперед кости ты не отвечаешь джетом так что нефиг тут писать писать ну кости я тоже буду есть еще бой можно дать бой за первое место в зоне одна рыба две рыбы я вообще там по таблице там сильно разница 60 90 грамм между на самом деле не было сюда такого галилейского карпа нет наконец-то один выход я увидел сейчас я вам скажу что вот я сейчас когда мы снимали у в районе когда был в районе этих вот главную на там были выходы но как сказали до сказали ребята это это не карпа то усач выходит там он там живет там его вниз до квадратно они задаваем способом да но я кстати скажу честно ближе на моем не усачь не вкусно камера этот наш не я когда-то пробовал мы когда-то же уловили очень давно и не знаю это не мои костлявый он никакой вот я в жареный никакой вареный никакой ну ладно в уху так уху в ухе так не рыба делает уху а все остальное специи как бы рыба так вова файнер мама пишет джеты где рыба вот я тебе показываю вот точно направление там где вот этот буйок стоит вот там вот плавают карп и вот я хоть сюда вижу вот видишь вова там рыба но мы туда не докидываем 303 метра сожалению да лодки у нас запрещены вот кстати в израильском чате не знаю кто-то из вас там присутствует или нет израильтяне где общаются это язычные то и тамар например написал что надо делать то есть в нашем водоеме нужно делать как воркарп классе то есть только с лодкой завозом за кормом с лодки с эхолотом с вываживанием с лодки и так далее то есть потому что этот водоем слишком большой для береговой рыбалки для рыбалки с берега да мы сейчас вот я был артем мы говорили он говорит что водоем невозможно тут неравнозначные условия потому что там водные сектора здесь глубоководные я ему говорю что мы смотрим на статистику на уловы тут мы узнаем где каких секторах такая динамика тем не менее как бы очень сложно здесь создать равные условия более мы не можем угадать когда вода поднимется когда она опустится какая зима будет мы не можем и по низкой воде еще можно из чего-то выбирать и сейчас мы просто нет ловчик вам написал что он не верит что не знаю не верят что там рыба мы там поймали за первые сутки 100 килограмм но они тоже говорят что они далеко сейчас от бровки на вся вроде себя сейчас нету сейчас нету этой привязки к бровке вообще вот по такой воде нет привязки к бровке рыба как бы и бровка это мы зациклились просто найти в ротках когда когда низкая вода когда бровка была 70 метров тогда можно было как-то скаты бровки она как ориентир была больше сейчас когда она 170 метров ну то же самое что олег драмов сказал по поводу сектора колесникова он сказал что там как бы не бровка там просто как-то надо найти на плато с ракушкой которая в общем то вроде как они нашли и с него и взяли все что они взяли немножко во-первых там неправильно разметили сектор у них сектор должен был так там же невозможно подойдетами есть место вода сейчас нет есть я у них сейчас был сектор то можно было сектор до ступенек они могли там поставить рот вот это не так а закидывать они могут даже сверху неважно они могут просто а просто и там море советчиков они сказали прижаться к этой стенке от нее надо было подальше держаться наоборот видишь ты еще одно мнение мы там просто отстояли турнир как так не только там же не один турнир был в этом потеряли такие рыбы что просто там плакали она уходит сразу на бетонаду на сразу право право да мужчина взрослый с большим опытом он мне уже прислал правда сообщение сказал коля куда ты нас привез теперь виноватого мы уже нашли нашли так что артем все нормально здесь рыбалка есть еще какая рыбалка и бабы клянусь но это не могу опять же все понятно извини меня очень быть могло быть намного хуже попадя не если бы эти все сектора остались на су-сити да они бы сидели там красота и покоя но рыбы нет а если бы не попали в 25 где каждую ночь его конкретно перекрываясь сеткой поперек и так далее но зато зато мы угадали с погоды конец февраля поймали мы неделю конец января января нам и поймали пару хороших деньков в принципе было ветерок было дождик и все было но в меру и не было ураганов как это было зато первые две декады какой какой был тут товарищам главный судья пишут что сами сектор выбирали поэтому типа не на кого принять главный судя кеша вспомни я воевал чтобы на гофре не ставили эти два сектора вот это именно одиннадцатый перфекты и мы двенадцатый интересно что эти сидят без фиш-престиж тоже в хорошем секторе да вот где пожалуйста а асса пусть скажет спасибо мы воевали за цимбали воевали до часу ночи в пятницу вот володя николаев тоже к нам заглянул на стрим володе привет так что да тут в общем то сна что файнермен до неприличия радовался когда взял этот сектор вытащил этот сектор до неприличия радовался какой из них который там вот я же говорю что все были уверены что восточный берег северная часть это все разорвет всех будет как так и мы когда были там на сбивке там же тоже лодки были нет с берега а когда мы были на предварительный предпринимателей поймали сколько там 11 сколько там был этот карп которого отпустили так я вам скажу так смешная ситуация получил с этим мужиком который это он мне послал фотографий он израильтянин как он мне послал фотографию этого карпа радостный такой он с ним стоит он с ним лежит он с ним это вот и он стал я карпа отпустил все только то что весь карп в этой в гальке в песке я не он лежал я ему пишу типа смотри эти фотографии я никуда не буду посылать потому что если ты уже как бы пошел в этом направлении в правильном ты просто должен знать какую нюанс нельзя карпа класть на землю и у меня стал спасибо и ты научил меня чему-то новому теперь я буду знать играть обязательно мат если ты хочешь фотографироваться только там такие эти вот прямо что и спасибо наконец-то нашелся кто-то ху дал ему правильное направление нам володя пишет совершенно правильно он пишет что в любом случае то лучше чем в снежной москве так что и юки лесу пару слов я хочу сказать джетами от архипова привет так что там вас на народ любит смотрят верят в вас юки юки лес тоже говорил что это призовой сектор там какие-то определенные на холуки на где мы что-то взяли вот что лично мне интересно цимбари это похоже сектор на цейлон очень похож на 4 метра и там и там песчаное дно та же самая глубина больше галька там больше песка абсолютно там есть места где и песок я тебя объясню галька и ракушка больше на цимбари он чуть-чуть более глинистый там есть немножко глины цейлон песчаный и там они с нулем все три команды до цивили на цивили на цивили на цивили на там попнится и сказал так что действительно при разбивке никто не знал где что при такой воде и подозревал что западный берег даст угля стране ребята при разбивке оставьте разбивку а при объявлении записи когда мы объявляем запись когда мы объявляем турнир мы можем знать какая будет зима мы можем знать как подымется уровень воды то есть нам не говорят надо было назначать на начало января а я говорю ребята замечательно я специально вчера пошел меня есть статистика у меня есть статистика 2007 года по всем галейским картам сколько было поймана рыбы сколько было команд какая была луна я посмотрел и в начале января и в конце декабря были просто хреновое соревнование ну так что все типа сервера и конец января всегда было мы за тонну было и так и так и было и так было и так было и так было и в конце января плохо было в начале января плохо так какую статистику брать тут надо слишком много факторов свалить в кучу и учитывая этот ну как он называется и уровень воды и количество осадка можно было как-то это регулировать и подкрыть шлюз до море управлять морем взять в руки кран вам всем большой привет из америки от димчика если кто-то еще помнит один из самых старых членов клуба первые логотипы клуба из афиш были его работы художник у них там потеплело минус 16 как я вижу вот за вами внимательно следит все мохитрик вы передавайте сливать информацию это наш хитрый вот или какая наживка у них классно бойл сама самокаты самосады я сказал вчера тут летал с такой бомбой на пилоне вися висящий думаешь на нам был с соперением и его с крылышками поехали там кого-то вливание не он крутился над кинера там конкретно напротив лавнуна он сделал 8 кругов я не может кого-то искали не знаем уронили что уж 2 уронили бак да ну отсюда вы конечно вряд ли это увидите вот пошли на ливан я надеюсь никаких военных тайны я не выдаю врагам они все время и как всегда обалденный вид и обалденный закат над кинера там архипов пишет скоро встретимся нашем баре архипов кому как повезет ладно ребята пойду я дальше спасибо вам на следующий год нет я думаю что уже не будет такого дождлива но не бывает три года подряд любом случае интересно в январе нет никакой альтернативы у нас опять этот год это сто процентов будет хороший нерест а вот этот вот весь тузик который сейчас есть он подрастет до двух килограмм и я думаю что я вчера здесь вытаскивал рыбу насколько она была 3 800 как соседи все думали я как минимум десятку вытаскивали за деревья бой дает помаде 3 800 рыба но такой бой дает что мы давно это уже говорили о том что нельзя невозможно вообще сравнивать рыбу с кинера тасс даже с такого же размера из любого озера в англии я думаю что колесников не почувствовал потому что все таки шестерки они немножко слабее под если это тройка четверка не вот до боевая полос там не там сильная рыба там это другое я имею ввиду наши трешки вот эти вот которые здесь бой дать жару такого да ну хорошо ладно всем справлять до встречи на кино и лети же ночью утром да 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 мы еще верим не нам только так и можно помпе снялся мы знаем просто как последнее утро бывает и 12 рыб до взять одну нормальную каба шестерку даже тоже можно там скакануть так что так что аса пусть не радуется если есть еще шанс особенно на big fish аса дрожи а все команды пусть верят в big fish последний момент о выходы вижу 8 выходы наконец-то раньше мы верили только в блуждающую трубу а теперь будем верить в блуждающий big fish не случай чего ребята я знаю где есть big fish в том конце гофры там престижный big fish случае чего можете их мешок и и судим пределить мы брали здесь но не здесь но кино но так она тоже гофре вон тут вот там вот где эти кусты ближе даже чуть-чуть там товарищ прайс взял карпа на 15 килограмм 250 грамм это был рекорд клуба в то время так что здесь есть хорошая рыба я с 12 года например на этих турнирах здесь это рекордная и мы как и участники лиги пытаемся заработать свои баллы туда подготовились вот я фото дуя ну стихия дает свое свои вещи можем гадать мы все можем только гадать и у каждого будет свое мнение почему это почему это это просто рыба рыба водоем вся эта природа ночью не настолько изучена чтобы понимать это максимально да если вы все это понимали проще ловить дома в аквариуме да мы бы недели соревнований смысла не было бы просто это как дома в аквариуме но кстати вот у нас тут вся логистика все это самое все это выработано серое вещество надо запускать но не от нас все зависит рыбалка на все таки спорт и часть удачи тоже есть огромная часть удачи от того какой-то сектор вытянешь от того и от всего погода какая будет зима этих сетевиков и от этих вертолетов и от этого дождя от этого ветра и от я не знаю что-то алхимия на полях вот это не то озеро что куда-то приехать уже есть миллион карт по каждому сектору каждом озере я не надо маркериться здесь какого сектора вытащила поднялась вот тебе информацию куда бросать тут левее 10 градусов вот там 150 метров вот тут . вот там от рыба все ловить а здесь кричали по по поводу этого сектора команды kit и что все вон уже лидеры вон призеры уже можно как бы сниматься но где был лев и рыбачок когда-то и черт и черт да ну и где да и ретели чем сказал игра отличный сектору потому что они рядом стали с их ними бросками я думал что они что-то возьмут пожалуйста к сожалению мы уже сказали что карпишинг это конечно наука но в этой нуке очень много неизвестных переменных этих и поэтому нам еще собирать и собирать информацию и наша мечта когда-то была метить карпа сего помните мы об этом говорили что делать метки ставить пластиковые метки на карпа чтобы следить за его ростом миграции так далее но по моему это реально слабо реально в таком вот водоеме огромном ну это просто очень сложно сделать но по-любому товарищи иностранцы и всякие прочие зарубежные команды не теряйте надежды приезжайте к нам в следующем году можно на рыбалку приехать мы поможем вас возьмут как говорится под свое крыло и свозят и покажут ловите получать и калер с детками вообще папа мама я до пятники так что можно и с детками приехать ну где-то так плюс минус мужчине учили точно хотя бы сейчас вопрос этой водой и не знаю с этим уровнем ну попробуем все всем спасибо переходим дальше